всем привет ребят наступила у нас такая осенняя конкретная пора со вчерашнего дня у нас идет дождь везде он идет мы приехали сегодня в лес уже достаточно светло ходили поначалу был еще дождь но под дождем мы все-таки что-то нашли проверили опяточные места опяточные места пусты к сожалению опята нам попадались только старые лопухи мы переехали в другое место и решили проверить осенники и сегодня мы конечно же не прогадали осиновых лесах попадаются достаточно крупные подосиновики и они достаточно свежие есть побольше есть поменьше но они есть дождь не давал снимать мы просто пока собирали резали сейчас дождь закончился опустился конкретно только молочный туман мы с викой ходим друг другу кричим ежик лошадка в этом тумане так смешно конечно туман прям такой и тепло достаточно ну вот смотрите туман потихонечку рассеивается солнышко начинает выглядывать и обстановка в лесу начинает проясняться грибочки все виднее виднее я думаю что нам сегодня должно повезти ищем я думаю вот этот вот туман послужит нам толчком нашим подосиновиком потому что вот в прошлых годах как если вспомнить как мы собирали мы собирали именно после таких дождей после такого тумана ну что же давайте сегодня погуляем посмотрим чем порадует лес пока есть возможность снять пока не пошел дождь опять очень много попадается мокрых грибочков которые выскочили до этого смотрите в каком они состоянии пожеванные слизнями они уже прям плохие размокшие такие грибы мы не собираем конечно же оставляем в лесу а берем только самые лучшие в основном красноголовики стараемся искать конечно же но вообще что бог пошлет все берем сегодня грузди уже начали нам попадаться осиновые такие вот груздики они мокрые грязные грязные я пока их не очищаю а так кидаю в корзиночку все попадается вместе с листиками так что груздик осиновый тоже пошел а это ребят то о чем я говорю посмотрите какие они мокрые и свеженькие 1 и 2 красноголовики и все чистые свежие до сих примочил немножко должны быть чистые потому что они прям свеженькие мне кажется они вот лезут прям в дождь смотрите кривой конечно косой такой но чувствуется что чистый такой упруги прям грибочек красноголовый и 2 но ножки у них чистые да смотрите классные все равно конечно не такие ровные идеальные но все равно приятные находочки особенно когда это красноголовики здесь смотрите бугорочек раскрываем а здесь какой великолепный толстоногий ой длинный-длинный там слушайте ох ты отдойся ой подосиновый кальбинос смотрите какой чистый красивенький класс в листве просто их не видно они как прячутся под толстым слоем опада вот такие вот красавчики посылайте какой альбиносик шикарный и грибы все чистые не тронуты червям немножко ничем класс и тут же рядышком тоже с этой же веткой видимо братец смотрите да он идеальный просто коричневый какие частички ему как мы вовремя класс вот такую грибалку я люблю это ребят такие от нас опята встречаются такие вот лопухи сегодня так показать хотела чтобы один они кустом отрываются уже в общем такие вот старые огроменные опята пускай остаются растут такие конечно огромные лопухи они уже порчены уже в виду нам не не сгодятся жалко конечно опять очень быстро закончились отошли смотрите какой молоденький стоит на солнышке греется рыженький рыженький красноголовый подосиновичек успеть до дождя пособирать таких красавчиков слушайте а вот трогаю землю листва прям теплая туман сегодня очень теплый прям хорошо на улице 20 он просто идеальный чистенько красавец сыроежек много свежих лезет и груздей все чистенькие все свеженькие а вот они и груздики попадаются смотрите осиновые грузди конечно же они отличаются вот обычных груздей они сюда такие упругие твердые пластинки всегда закругленные края шляпки у нее и всегда розоватые пластинки сразу выступает молочком личный сок вот такие вот они красивенькие на засол самые идеальные грузди соленьях самые вкусные у нас их солит вика поэтому я их тоже собираю отдам ей приветик привет смотри ой какой красивый слушай маленький зончик даже попался ух ты малышок супер пойдем пойдем смотрите какой пирожок классный классный красный мечта просто супер мужик ой здесь классные тоже грузди это а там у юли что есть понемножку тоже какой белоголовенький классно под кустиком прячется розовенький ну как же они маскируются в этой траве вместе с листьями так и не увидишь если чуть-чуть не заблестела шляпка вообще ох ты и он старый жаль вот такой подосик травки испортился один чуть получше уже по качеству тоже в зарослях смотрите какое тут дерево фруктовое непонятно что и такой красивый загорелый красавчик видно вам рыжий-рыжий не зря же говорят каждый гриб ждет своего грибника люди прошли девчонки прошли вперед я иду следом после всех все равно нахожу таких вот красавчик красота какая рыжий такой красивый блестящий после дождика мечта здесь большой высокой траве мы видим гриб зонтик мой свеженький такой слышите гриб зонтик сосцевидный плохо видно засветилась смотрите свободно перемещается мы можем это наблюдать потому что видите свободно катается она сосцевидный от того что такого сосочку него наверху шляпочки естественно напоминает женскую грудь видимо от этого так и назван сосцевидный собираем тоже этот гриб съедобный можно прям сразу пожарить можно в кляре кому как нравится на вкус как шампиньёчек как вам этот просто как такое яичко из земли скользкая мокрая шикарненький молоденький но это точно напоследок вот такой красавчик напоследок но он здесь не один здесь еще такой же чистенький его брат еще красивее лесу так темнеет уже прям перед дождиком надо уже быстренько сворачиваться смотрите один беленький красавчик и здесь еще рядышком 2 я разрыла смотрите вот он здесь у нас огос ножище здесь прямо альбинос такой а вот там чуть дальше он прям старый там уже пошли по нему но вот это конечно класс какая нога это просто сегодня самый-самый красивый гриб для сегодняшнюю разведку он получает сегодня приз в номинации самого клёва подосиной ребятки какой пузач посмотрите и он чистенький такой хорошенький пахнет от него прям запах идет грибной следиковый классный вообще супер просто бомба а не подос ну все выходим из леса ну наверное это пожалуй последний потому что начинается дождик смотрите какой красавец какой загорелый блестящая темная шляпка вот прямо такой вот настоящий и поздний какая красота начинается ребят видите начинаются красивые темненькие загорелые подосиновики как вам этот красавчик смотрите какой красненький нога у него такая прям большая ножка зачетная еле прополз но чистый шляпка красная красивая прям такая бархатная красивый грибочек шикарно а один так сложно увидеть они вообще сливаются с этими листьями с природой но маленькие такие тоже радуют и к хорошие вот так у нас прячутся грузди они прям из земли проталкивают себя осиновые грузди розоватая немножко у них поверхность прямо это видно розоватые пластиночки и они такие упругие красивые сочные чистюли края закругленные видите у шляпки красотульки берем а этот прям даже сухой как сладкий пирожок до того же красивый и ножка достаточно хорошая дождик начинается то начнется то закончится на такая погода самое что не на из грибная сломан ничего по качеству хорошенький муравьишки по ним ползают и здесь мы тоже видим еще одного груздя и пускай он конечно крупноват вот рядышком еще один есть мелочь такая прям приятненькая а вот этот покрупнее тоже плохо так видно блин но ты себе линка увидишь земле значит точно груздик надо рыть смотреть дома почистим помоем их и замочим замочим а потом засолим красотища видите какие пластиночки розовенькие их прям видно они намного отличаются от обычных груздей вновь красавицы сыроежки свежие мокрые мокрые чистые такая вот красотка а это тоже очень очень красивый лезет из мха посмотрите какой он красивый белоножковый это первый белоножковый за сегодня смотрите какой замечательный жалко что камера не передает всей этой яркости какая у него красивая насыщенная красная шляпка и белая ножка все мечта грибника класс как вам этот экземпляр какая погремуха это у нас зонтик пестрый ребят он потом раскроется и от него отойдет колечко которое будет свободно не сходить по ножке как я вам уже сегодня показывал там у нас был зонтик сосцевидный а это зонтик пестрый такая вот красота давайте попробуем его сейчас не хочу вырывать вас корнем потому что много с ним тянется грязи я пожалуй его сейчас срежу здесь у нас годится как шляпка так и ножка моем прям свежий свежий еще не раскрылась это погремушечка у нас смотрите какой он красивый обычно когда шляпка раскрывается в виде зонтика прям такой вот тарелочки ее обжаривают либо в пляре либо так жарят тоже очень вкусно а ножку сушат и используют как сухую приправу ароматный вкусный съедобный гриб не мухомор как многие любят попинать его по лесу очень даже зря это делают потому что гриб действительно как деликатес на вкус как курочка вот такой вот красавец погремуха только повернулась а здесь рядышком тоже еще одна погремушечка вот смотрите да солнышко периодически выглядывает то дождик то солнышко такая вот самое что ни на есть грибная погодка а грибочки лезут они свежие и они сухие их практически не мочит дождь а это значит то что они вылезли именно сегодня и не вчера иначе бы их намочила какой апреле смотрите два пестрых зонтика спрятался от всех спрятался но лезет и какой красивый а толстоногий какой слушайте там он тоже еще лезет что-то вау красавец чистенький свеженький хороший экземпляр остатки сладких опятки опятки начинается наверное опять волна и вот такие кабанчики грузди сразу млечный сок побежал по розовым пластинкам лопушки прям сегодня у нас будет коротенькое видео накрапывать лесу дождик поэтому я уже планирую собираться обратно разведка показала что грибы только начинаются лист еще практически не пожелтел и не опал я думаю достаточно будет еще одного дождика счетному туману теплого и все начнется я думаю что начнется гриб начнут подосины век немного с опозданием у нас в этом году я думаю что мы еще на костю так что лес ребята просыпается потихонечку просыпается осинники появляются грузди появляться решки появляются зонтики но подосиновики конечно мы их очень ждем мы ждем очень массовый этот слой я думаю что уже очень скоро несколько дней после дождика подождать все начнется